Региональные министры, местные чиновники, архитекторы, медики и даже полицейские сегодня одной командой вышли к Щекинсам. Горожане требовали навести порядок на дорогах, в больницах и многоквартирных домах. Это встреча выполнения поручения Алексея Дюмина. Он побывал здесь в прошлый четверг. После осмотра черных коридоров Щекинского нехорошего подъезда разговор с местными коммунальщиками шел уже на повышенных тонах. Далее жесткое указание губернаторов всем выйти из кабинетов к людям. Екатерина Никифорова продолжит. Не прошло и двух рабочих дней, а этот подъезд уже не узнать. Производит ремонт косметический подъезд, будут заменены полностью пластиковые окна, будут покрашены побельные все стены, заменена электропроводка полностью. Признаете, что поздно начали? Признаю, что поздно начали. Я объяснил ситуацию, что были работы по инженерным сетям, которые необходимо было выполнить первоочередно. И когда планируется закончить? В течение 10 дней. Здесь то, что управляющая компания нашла возможность после такой серьезной мотивации от Алексея Геннадьевича сделать это максимально быстро, говорит только о том, что в принципе при желании управляющие компании могут делать все гораздо быстрее, чем они ставят в план работы. Коммунальные проблемы далеко не единственные, которые сегодня волнуют жители города Химиков. Вопросов масса. От отсутствия подъезда к соседним домам, до плохих тротуаров и нехватки лежачих полицейских. Муниципалитет сказал им сделать сколько здесь? 4 метра. Он сделал 4 метра. Сказали придумовую территорию делать. Они сделали и здесь. Ну вот если в смете не написано то, что делать, ну кто будет делать? Никто. Значит это кто-то упустил. Большие долги по оплате за ЖКХ, дефицит дворников, протечка кровли. Жильцы рассказали, как реально сегодня обстоят дела в коммунальной сфере. А что делать? Что мы сделаем? Подождите, подождите. Если делали в июне месяц, надо посмотреть. Сейчас течет после того, как делали? Течет. Вы знаете, безбоку, на кухне в селедке течет. Так вот и проводка. Одни называют встречу результативной, другие отнеслись к ней с определенной долей скептицизма. Конкретных ответов пока не было. Я задавала вопрос по поводу медицины. То, что к невропатологу невозможно попасть. Обязательно надо попасть через терапевта. Вот. Никаких результатов сказали, что так и будет. Я недовольна результатом. Потому что хотя бы я вот вырастила своих 3-5 килограмм огурцов, я не знаю, где мне их продать. Что ответим? Идти на рынок, бог знает куда. Не на 100%, естественно, но на 70% устроил. Хорошо, спасибо. Почаще так. Общение продолжалось до последнего вопроса. Все обращения зафиксированы. За долгожданными переменами в городе теперь будут следить и щекинцы, и тульские вести. Екатерина Никифорова, Андрей Куничкин, Вести Тула.